крапивница это волдырная реакция сосудистая и при ней поражаются все слои дерма там такие элементы что вот ну вот вы в детстве когда-нибудь залезали в крапиву кожа краснеет начинает гореть чесаться очень неприятное ощущение и на красном фоне возникают белые волдыри это ни с чем не спутаешь один раз увидев мы с вами сейчас не говорим про специфические крапивницы когда крапивница является проявлением других заболеваний например там заболевание с нейтной ткани или заболевание ревматоидного ряда когда крапивница является одним из симптомов поражения совершенно других как бы отделов по механизму мы говорим про аллергическую крапивницу это классика это вот красная кожа отечность болезненность повышение температуры и белый волдырь его никогда не спутаешь ни с чем от атопического дерматита это отличается очень достаточно увидеть вот как ребенок заходит весь в красных или белых пятнах как правило это волдырный такой плотненький элемент и особенности стены крапивницы она может угаснуть за 30 минут за полтора часа и в рамках одного дня обострения вот она была на лице вдруг перешла на живот на животе угасла пошла на ноги на ноги на ногах угасла на бедрах даже в рамках приема они пришли с отечными губами веками и высыпания на лице пока на него смотришь на лице все прошло зато загорелись руки над суставами то есть вот она летучая вообще крапивница могут быть и не аллергиками мы же говорим с вами про не аллергические крапивницы то есть например при длительном приеме ряда препаратов при например заболевание желудочно-кишечного тракта ну вот например мы переносим на ногах какую-то кишечную инфекцию наголодались и радостно бросаемся за продукты богатые гистамином и вот соленая рыба в сочетании с консервированным например каким-то фруктом с приправой с наваристым бульоном и например мы положили закусочку типа хрена может спровоцировать у нас резкий выброс гистамины мы получим крапивницу какого генеза пищевого какую не аллергическую она гистамина либераторная как только человек восстановится полностью перенесенный к своей вот это и заболевание она у него никогда больше не повторится но естественно желательно чтобы он одномоментно все вот это вот не ел такие детки они приезжают был на день рождения ну вот что кушал лимонад кока-колу персики виноград рыбку суши банан пиццу до шоколадку а вот дома я съел бабушкин блинчик и мне стало плохо ну конечно бабушкин блинчик тут помог помог